уважаемые друзья здравствуйте с вами Евгений Филимонов и вы находитесь на канале питомника хвойный дворик сегодня как я и обещал мы продолжим тему черенкования мы зачеренковали тую yellow ribbon уже воткнули черенки уже прошло 9 дней и я как обещал вместе с вами мы будем следить за этим всем процессом ну вот наши череночки которые мы зачеренковали ну начнем оттуда просто солнце падает не сильно видно сейчас мы рассмотрим все и начнем стуеверисковидный боулинг ну как можно видеть она довольно таки хорошо себя чувствует по крайней мере ничего не высохло по крайней мере все в порядке влажность очень высокая сегодня я решил даже не поливать не включать туман потому что прошло две грозы ну то есть боулингом все в принципе ясно все нормально пока она не сухая она ну как живая туя шаровидная нано да здесь ну чуть-чуть подгоревшие есть и там где мы обрезали он уже трава даже но она уже больше двух недель сидит вот боулинг сама еще больше гендера ну где-то месяц уже сиди до шаровидная нано но она таким плотным шариком растет медленно хотя растет очень медленно а вот за ту неделю мы зачеренковали ту ту и лаури бы ну тоже вроде бы себя все нормально чувствует прошло уже 9 дней она довольно таки себя хорошо чувствует вышло около тысячи черенка все нормально по крайней мере все нормально пока что все нормально я как и обещал будем отслеживать это каждые 10 дней каждый ну каждые 7 10 10 дней как я смогу выпускать видео так и будем отслеживать планируется зачеренковать уже завтра наверно начнем черенковать маракт вот в эту грядку состав земли ну я хочу сразу рассказать о составе земли здесь по обычной черенозем против очень много песка сейчас прошел дождь она вся вон комками но ничего это страстного нету сейчас подсохнет все нормально здесь где-то 50 на 50 песка то есть сантиметров 20 мы сыпали сюда песок грядки я делаю в две доски но это для того чтобы во-первых вот сюда положить доску напротив вот на эту доску зачем эти доски прибиты я тоже расскажу расскажу ну они прибиты давайте я вам сейчас расскажу для того чтобы на них ставить на искать как вот в том теневике у меня стоит для укрытия будет укрываться сеткой все когда верхняя сетка снимется то есть грунт у нас обычный грунт только очень много песка там где-то 50 на 50 песка надо и желательно конечно добавить перлита но я перлита не добавлял туя она и так прекрасно растет как я убедился ну небольших грядках когда делал это все нормально растет вторая доска нужно для того чтобы во-первых ее сильно не задувало ветром во вторых ну я всегда там делал две по две доски и повыше тени побольше уже солнце тут это сегодня прохладно прошло две хорошие грозы поэтому я ее и не не поливаю сегодня не туманно образователи я практически не включаю что тени веке тени век вернее а у об отделе зачем эти доски я сейчас вам покажу вот здесь у меня вот сеянец еле колючий однолетка вот видите доска стоит и на нее идет укрытие и здесь будет также и будет довольно таки хорошо ну на зиму я думаю я думаю зачеренковать или две грядки до 1 сентября до 1 сентября мне надо кровь износ как бы зачеренковать их эту грядку мы полностью туи ну где-то можно можжевельника добавим а здесь полностью можжевельник пойдет ну уже около 3000 семенка у нас есть и мы будем следить за ним ну считайте 7-10 дней как раз я буду вам показывать по поводу отдела отдел с этой стороны двойная сетка сверху двойная сетка с этого богу одинарная но одинарная она не потому что для ченка потому что я больше беспокоился за сеянец потому что света и ему мало будет эти два отдела отличаются как можно видите здесь намного светлее чем в этом отделе поэтому здесь двойная сетка поэтому вот так ну не знаю может быть позже включу включу туманообразование но сейчас посмотрим потому что сейчас говорю две хорошие грозы прошло все еще очень мокро ну черенок себя чувствует довольно таки нормально ну вереска видно меня не удивляет вот шаровидное я не ожидал что будет результат нормально себя чувствует я не знаю как насчет корней там набрались они не набрались но факт в том что нормально здесь да некоторые пропавшие есть уже уже вот например вот один скорее всего пропал может быть пропал но я его трогать не буду я ничего не трогаю пока что не придет скорее всего следующая весна а мы с вами будем отслеживать это все как засинкуем эти две грядки ну по ходу движения я расскажу про туманообразование как у которой я поставил здесь довольно простое но потом все увидите узнать сейчас мы ждем пока земля маленько придет в себя после этих дождей и продолжим дальше я обещал вам показать как мы их втыкаем землю в принципе там ролики есть можно найти ну опять же и солнца очень много что зимой не будет есть хорошо зимой их скорее всего повыдавливает из земли ну я думаю что она проживется туя проживется вообще раньше я начинал черенковаться где-то 1 сентября поэтому здесь ничего страшного нету в августе сейчас пойдет сокодвижения опять я вообще черенкую это все в любое время года ну и кроме зимы когда конечно земля мерзлая а так вообще когда есть время свободное тогда я черенкую очень много довольно таки нормально себя чувствует ну давайте следить дальше уважаемые друзья я сейчас скоро сниму ролик про туманообразовательные установки которые ну они кто-то сделает по-своему это делаю я так конечно вы скажете можно туда добавить и перлита и торфа хорошего добротного но как проверено мною туя растет в обычной земле нормально прирастает не проблема можно было у меня есть перлит но я больше на черенки может быть его использую черенки и можжевельника я имею ввиду с этой стороны земля тоже ширая и мокрая здесь песочка побольше ну про грунт я в принципе рассказал ну подписывайтесь на канал чтобы знать что будет дальше с этими черенками я говорю я буду снимать по возможности как можно чаще сейчас очень много как говорится работы по возможности я буду снимать и вы увидите весь процесс как они начнут расти и сколько их останется вообще в живых и останутся ли они вообще все в живых ну поэтому давайте подождем чуть-чуть я думаю все будет хорошо в следующий раз надеюсь показать вам уже тую смаральта за черенковану в этой грядке вообще эту грядку желательно добить я не знаю чем может быть коломну даже начну черенковать ну ничего найду ту какую-нибудь ну на этом сегодняшний обзор черенкования я думаю закончен всего доброго с вами был Евгений Филимонов до следующей серии всего доброго и Продолжение следует...